МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Дина Турегулова. И вот, что вы увидите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ак-Тубе состояла церемония зарождения эстафета огня 28-й зимней универсиады в Алматы. Подробности смотрите в новостях. В Акимобласти Бердебек Сапарбаев принял участие в отчетной встрече Акима города Ак-Тубе с жителями Сазинского сельского округа. Подробности в этом выпуске новостей. Медработники обсудили проблему вакцинации. На сегодня по области более 2000 детей остаются непривитыми. 29 января наша страна впервые в истории примет всемирные зимние студенческие игры. В преддверии старта универсиады в Алматы и во всех областных центрах состоялась церемония зарождения эстафеты огня. В октябре торжественное мероприятие организовали на территории Государственного университета имени Кудайбергена Жубанова. Старт эстафете дал Акимобласти Бердебек Сапарбаев. Подробности в материале Николая Сырбова. Выбор места за рождение огня универсиады был не случайным. Именно в стенах Государственного университета имени Кудайбергена Жубанова обучается единственная представительница региона на студенческих играх Мария Сизова. Ак-Тубенко выступит в соревнованиях по конькобежному спорту сразу на трех дистанциях. Торжественный старт эстафеты огня дал Акимобласти Бердебек Сапарбаев. Глава региона отметил, что благодаря успешному выступлению наших спортсменов на мировой арене Казахстану доверили проведение столь масштабного события, как зимняя универсиада. Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев сказал, во-первых, это большая честь для Казахстана, во-вторых, это благодаря труду всех казахстанцев, особенно наших спортсменов, которые в последнее время занимают призовые места в Олимпийских играх. Мы должны гордо нести флаг своего государства. Я от именно руководства области поздравляю всех вас с этим праздником, желаю всем удачи, успехов, особенно для нашей земляшки Марии Сизовой. Честь первой «Нести огонь» зимней универсиады выполнена с Гульбой Мухамбетовой. Студентка университета имени Кудайбергена Жубанова уже 8 лет занимается тайквондо по версии ГТФ. В ее активе успехи на крупных республиканских и международных соревнованиях, а наивысшего успеха спортсменка добилась в прошлом году, став чемпионкой мира на турнире в Казани. Я участвую впервые здесь, в универсиаду, и это для меня нечто, конечно. Это самое еще первое было, и выражаю благодарность нашему университету. Успехов побед побольше, нашим спортсменам побед побольше. 12 километров – такова дистанция эстафеты огня студенческих игр в Ак-Тубе. Честь пронести по улицам родного города факел с огнем универсиады выпала молодым спортсменам, отличникам и активистам учебных заведений. Всего 60 человек. Каждый из них пробегал по 200 метров дистанции с сожженным факелом. Сопровождали факелоносцев 11 хранителей огня. Наша главная задача, то есть уже от слова «хранитель» – охранять огонь. То есть по всей дистанции мы будем сопровождать огонь эстафеты 28-х всемирных зимних, зимние универсиады. Поэтому мы будем постоянно рядом. Соответственно, огонь в колбе будет находиться в машине, и в случае потушения огня, соответственно, будет производиться процедура зажжения заново огня и продолжение дальше по маршруту. У нас в наличии 8 факелов, уже подготовленных, чтобы, соответственно, эстафета не прекращалась, не задерживалась. Поэтому факелы подготовлены. Есть специалисты технические, которые будут следить за готовностью факелов. Маршрут эстафеты огня проходил по центральным городским магистралям. Это проспекты Абулхайрхана, Алии Молдогулово и Абая, а также улицы братьев Жубановых, Пацаева, Моресьева, Сидбатыра и Успаново. Улица и маршрут такой замысловатый выбирались таким вот образом, чтобы охватить как можно больше высших учебных заведений. Потому что это все-таки студенческая федерация международная. Существует уже довольно-таки длительный период. И сегодня добрались до нас. Здесь мы рады, что будем принимать такие крупнейшие соревнования. Финишировалась эстафета огня универсиады в парке имени первого президента. Здесь огонь поместили в специальную капсулу, которую доставит в Алматы мастер спорта международного класса по плаванию Айбек Камзенов. Огни из 14 регионов страны и города Астана соберутся в южной столице нашей страны, где состоится заключительный 16 этап эстафеты, который финиширует в Ледовом дворце Алматы-Арена в кульминационный момент церемонии открытия игр. Я хотел бы, во-первых, от именно руководства области поблагодарить всех факеленосцев, которые прошли десятки километров по городу Ахтубе. И еще раз они пропагандировали спорт. Спорт дает человеку не только здоровье, это дает авторитет, признание. В завершении торжественного мероприятия актюбинские студенты подготовили красочный флеш-моб. Напомним, зимняя универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля. Всего в 12 видах спорта примут участие более 2000 спортсменов из 58 стран. Казахстан Николай Сырбов, Аманжелат Магамбетов, Казахстан Ак-Тубе. А накануне Акимобласть и Бердебек Сапарбаев с рабочей поездкой побывал в Волгинском районе, где провел встречу с жителями поселка имени Исет-Батыра. Как выяснилось, сельчан волнуют ряд вопросов от трудоустройства до состояния местной амбулатории. Подробности в следующем материале. Поселок имени Исет-Батыра входит в Бескопинский сельский округ. Всего в округ входят два населенных пункта, в которых проживает более 1700 человек. В округе хорошо развиты растеневодство и животноводство. Имеется школа-амбулатория, дом культуры. Развивается и предпринимательство, сказала Акимокруга Талгат Наурызов. За отчетный период с целью открытия и расширить свой бизнес, фонд финансовой поддержки, сельское хозяйство обратились несколько жителей нашего села. Из них по государственной программе дорожная карта занятий 2020 с целью увеличить число скота индивидуальный предприниматель Хатьпай Фаян Уорнбайдж получил кредит в размере 4 миллиона тенге, крестьянское хозяйство Луркен 2 миллиона тенге, Ахбутай 5 миллионов тенге, Хасаялова 5 миллионов тенге. По этой же программе с целью открыть малую отформочную площадку индивидуальный предприниматель Уорнбайдж получил кредит в размере 1 миллион 500 тысяч тенге. У Харвая на зарядах Халватка 1 миллион 400 тысяч тенге. Также на встрече перед сельчанами выступил Акималгинского района Мавр Абдулин, который подвел итоги развития района за прошлый год. После чего пришедшие на встречу люди смогли задать интересующие их вопросы. Так в зимнее время, особенно острый в округе, стоит дорожный вопрос. Из-за обилия снег затрудняется передвижение за пределами села. Мы видим, что сейчас трассы чистят проезд, есть даже в плохую погоду. Я хотела поинтересоваться, входит ли в обязанность компании, которые занимаются уборкой снега, расчистка внутрипоселковых дорог. Я хотел бы узнать, можно ли сделать снегозадерживающие ограждения вдоль дорог, чтобы их сильно не заносило зимой. Кроме того, сельчане подняли вопросы трудоустройства, строительства амбулатории. В округе имеется 64 крестьянских хозяйства, однако до сих пор они не объединены в производственные кооперативы. Акимобласти поручил решить этот вопрос, отметив, что Алгинский район входит в агломерацию. Также было поручено заняться озеленением территорий, благоустройством пустующих зданий и увеличить площадь орошаемых земель. Надо использовать орошаемые земли. Я постоянно об этом говорю. В Иргийском, Байганинском районах стали сеять на орошаемых землях и добились хороших результатов. В прошлом году на увеличение площади орошаемых земель власти выделили 380 миллионов тенге. Эта работа продолжается. Мы отрабатываем вместе с Министерством сельского хозяйства этот вопрос. Позже Акимобласти ознакомился с состоянием Бископинской амбулатории. Здание лечебного учреждения требует капитального ремонта. В стенах имеются трещины. Акимобласти отметил, что местное руководство должно уделить должное внимание вопросу ремонта амбулатории. Ольга Литвина, Ануарбек Мурзатайл, Эмерлана Манжола, Казахстан, Актюбе. А сегодня, во второй половине дня, Аким Актюбинской области посетил село Сазды и принял участие в отчетной встрече Акима города Актюбе с населением Сазинского сельского округа. Но до начала встречи Бердебек Сапарбаев и Ильяс Испанов посетили ряд объектов на территории села, в том числе сельскую амбулаторию и строящуюся новую школу на 600 мест. В Сазинском сельском округе проживает более 4,5 тысяч человек и свыше 800 детей посещают школу. С начала года обучение в ней проходит три смены. Решить эту проблему призвано возведение новой школы на 600 мест и стоимостью 1,2 млрд тенге. А знакомившись с ходом строительства Акима области, Бердебек Сапарбаев поручил подрядчикам завершить стройку в срок, чтобы уже 1 сентября дети смогли сесть за парты новой школы. Также в селе Сазды Акима области ознакомился с работой местной амбулатории и единственного в округе кафе. После чего Бердебек Сапарбаев принял участие в отчетной встрече Акима Актюбе и Ильяса Испанова с жителями округа. Открыл встречу доклад Акима округа Аслана Муханбетова. В 2016 году в сельском округе открыт частный детский сад на 75 мест, в котором 75 детей приняты по государственному заказу. По жилищно-коммунальному хозяйству село Сазды и жилые массивы Баурла-Стар, Баурла-Стар-2, Сазды-2 электрофицированы, газифицированы и обеспечены водой. Только село Лесное из-за отсутствия разведки и оценки подземных вон, вот, остается открытым вопрос водоснабжения. Кроме того, было отмечено, что в округе активно развивается сфера сельского хозяйства, действует 28 крестьянских хозяйств. Засеяно более 5000 гектаров земли. А в прошлом году было создано три сельскохозяйственных производственных кооператива. Также реализуются госпрограммы поддержки аграрного сектора. В программе ХЛАН мы сейчас готовим документы. Хотим начать хозяйство по ХМС, хотим взять лошадей. И все, что мы сейчас делаем, это за счет помощи государству. И, конечно же, и нашего труда здесь немало. В свою очередь, Аким Актубейль, я с Испаной выступаю с отчетом, отметил. В минувшем году в областном центре удалось добиться положительных результатов по всем основным показателям. В текущем году в городе будут строить 10 школ, выделят землю по 26 детсадов. Планируется построить три объекта здравоохранения, один из которых Сазды. Объем строительства составляет 63,8 миллиарда тенге. Рост составляет 111,5% по сравнению с отчетным периодом и на сумму 11,2 миллиарда тенге. Соответственно, и растет ввод жилья за счет разных форм собственности. В городе построено 479 тысячи квадратных метров. Рост составляет 116,9%. Отчет Акима города вызвал живой интерес у местных жителей, озвучивших ряд проблемных вопросов. Таксельчане жаловались на проблемы с уборкой улицы Снега, просили установить остановочный павильон. Были высказаны и претензии в адрес местного участкового полицейского. В свою очередь, Аким области поручил сражу порядка вывести фото задержанных преступников, чтобы люди знали скотокрадов и карманников лицо. Подводя итоги СЭЧ, Аким области Бердебек Сапарбаев отметил, в округе есть все необходимые природные ресурсы, чтобы успешно развиваться. Главное – работать. Касаясь вопроса дорог, могу сказать, что от города до Богословки уже начат ремонт трассы. До конца года его завершим. Что касается внутрипоселковых дорог, вы должны понимать, что сначала мы будем ремонтировать основные трассы. Это же касается и уличного освещения. Владимир Федотов, Миржана Манжолов, Казахстан, ОКТБ. Новая программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства вошла в основу организованного местными властями разъяснительного семинара. Для порядка ста госслужащих из разных отраслей была представлена модель реализации направления основного документа в сфере решения вопроса трудоустройства казахстанцев. Мероприятие прошло под председателем заместителя Акима области Аскара Шириазданова. Пригласили на семинар глав городских и районных ведомств, ответственных за исполнение программы на местах, а также директоров профильных колледжей. После заслушивания докладчиков участники были разделены на четыре группы для обсуждения интересующих вопросов. Мы с хорошими результатами завершили реализацию программы «Дорожная карта занятости-2020». Новый документ, принятый в декабре 2016 года, будет работать в новом для нас направлении. Первой особенностью программы является возможность обучения и переподготовки кадров для трудоустройства безработных на вакантные места. Вторым пунктом является массовое вовлечение населения в бизнес. При этом расширятся возможности товарищества по микрокредитованию на селе. Третье, знакомое нам направление – это открытие социальных рабочих мест и трудоустройства выпускников через молодежную практику. По объявленной 25-летию независимости Казахстана, амнистии будут освобождены более 50 осужденных из правительного учреждения КАСТу-68-2. Об этом сообщил начальник специального отдела подразделения Ербол Мендебаев. По его словам, под амнистию подпадает категория осужденных, отбывающий срок за преступление небольшой средней тяжести. Причем для последней категории амнистия будет заключаться в замене срока на ограничение свободы, либо замены на штраф или же полное освобождение. Дела тех, кто подпадает под амнистию, переданы в суд для рассмотрения. Эта же инстанция выносит решение. Так, из учреждения освобождены уже около 17 осужденных. Еще 6 освободили сегодня. В основном, все, которые освобождаются, они здесь городские. Значит, это по городу они есть. Они обеспечиваются полным в дальнейшем домом месте своего жительства. И, в принципе, есть многие, которые знают родственники. Родственники тоже приходят, их встречают. Остальная категория лиц, она подпадает на сокращение. Это за тяжкие преступления, которым на момент выхода закона об амнистии, а срок сокращается на 1,4 часть срока наказания. Но там есть такая категория при полном возмещении ущерба. При этом они должны полностью возместить ущерба. Только в этом случае будет сокращаться срок на 1,4. Директор МТО Шамширак-Октюбея, куда входят две областные газеты «Октюбе» и «Октюбинский вестник», назначен Раукен Отыншин. Коллективу газет нового руководителя сегодня представил заместитель Акима Октюбинской области Аскар Шериазданов. Отметим, что Раукен Отыншин родился в 1963 году в Байганинском районе, имеет педагогическое и юридическое образование, работал директором в средней школе родного района, а с 1987 по 1997 годы работал в областной газете «Путь к коммунизму». Затем возглавлял ряд СМИ в Атыраусской области. Последние 10 лет занимал пост директора телекомпании «Октюбе». Именно в этот период областное телевидение совершило большой скачок в развитии материально-технической базы. Также телекомпания стала настоящей кузницей кадров. Многие журналистов приглашены на работу в республиканские телеканалы. Бывший директор ТО «Шамширак Актюбе» Мирхан Агдаоля Тулы возглавил новый литературный журнал «Адерна». Заместитель председателя правления телерадиокорпорации «Казахстан» Ильяс Искаков вручил Рокину Утыншину благодарственное письмо. А директором телекомпании «Казахстан Актюбе» стал Ернур Бурахан. Коллективу нового руководителя представили заместитель Акима области Аскар Шириазданов и заместитель председателя правления акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» Ильяс Искаков. Ернур Бурахан родился в 1981 году, имеет три высших образования по специальности «История и юриспруденция». Свою трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве тележурналиста. С 2007 по 2011 год работал в дирекции информационно-аналитических программ телеканала «Казахстан». В разные годы Ернур Бурахан работал на государственной службе и в национальных компаниях. С 2015 года занимал должность заместителя и руководителя аппарата Акима Актюбинской области. Это новости на канале «Казахстан Актюбе» и вот что вы увидите далее. Прошло очередное заседание членов дискуссионного клуба «Еркан Пакры». Завершился городской конкурс «Лучший педагог-специалист дошкольной организации-2017». Продолжаем новость. Обращение президента Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти стало основной темой обсуждения очередного заседания молодежи из числа жа-сутановцев. Члены дискуссионного клуба «Еркан Пакры» молодежного крыла партии считают, что решение главы государства повысить ответственность исполнительных госорганов и усилить контроль законодательной ветви власти за исполнительной путем конституционных реформ является исторически значимым этапом в развитии Казахстана. Отметим, что членство клуба получили более 40 активистов области, причем каждое заседание молодежных лидеров проходит с приглашением экспертов согласно тематике дискуссии. Я считаю, что это очень нужный шаг, как говорил лидер нации президент Нурслан Абишевич Назарбаев. Страна созрела для таких перемен, и это огромный шаг на пути к демократизации нашего общества. Мы, молодежь, полностью понимаем данность этих реформ и полностью поддерживаем данные реформы, потому что нам, молодежи, жить по этим реформам, по этим законам и по этой конституции. Сектор учета жилищного фонда городского отдела ЖКХ объявляет о начале приема документов по направлению жилье акционерного общества ипотечной организации «Казахстанская ипотечная компания». Принять участие в программе смогут только очередники местного исполнительного органа, то есть граждане, состоящие в очереди, как нуждающиеся в жилье из государственного жилищного фонда. Реализация жилья осуществляется путем аренды с последующим выкупом. Прием документов будет проводиться с 1 по 7 февраля текущего года в электронном формате на портале электронного правительства. Жилье по данному направлению реализуется в доме по улице Кунаева. Всего 60 квартир, 30-летнокомнатные, 28 двухкомнатных. Акимат города Аксюбея 15 февраля 2017 года в 11 часов по адресу город Аксюбея, улица Ахтану, 50, кабинет 31, проведет аукцион по английскому методу по аренде земельных участков для строительства объектов промышленно-гражданского назначения. Всего будет предложено 10 земельных участков для размещения и обслуживания базы отдыха. Они расположены по улице Кунаева в районе Аксюбинского водохранилища, поселке Кирпичный по проспекту Нокина в районе ТЭЦ и ресторана Юрта. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу город Аксюбе, улица Алтанцарина, 2, 50, кабинет. В Аксюбинской области число отказников от вакцинации достигло более 2,5 тысяч. Причем этот показатель увеличивается с каждым годом. Только в прошлом году не были привиты тысячи детей. Эти показатели всерьез беспокоят аксюбинских медиков. С родителями проводятся разъяснители беседы о пользе вакцинации. А чтобы улучшить качество разъяснительной работы, медики провели специальный семинар с участием иммунологов, педиатров и психологов. Рост отказов от вакцинации негативно сказывается на общей эпидемиологической картине. Несвоевременная вакцинация или же полный отказ от нее влечет за собой повышенную заболеваемость детей. Ребенок может заразиться в детском саду либо в школе. Если же непривитых детей в коллективе много, то это грозит перерасти в эпидемию. Поэтому родителям важно понимать, какие последствия может повлечь за собой отказ от прививки. На сегодняшний день мы должны констатировать, что мы имеем два случая, когда дети заболели туберкулезом, которые отказывались от вакцины. Причем в этих детских заведениях дети, которые были привиты, не заболели. Заболели единично только дети, которые были не привиты. Один из них в настоящее время находится в областном центре, потому что заболевание достаточно серьезно и получает лечение. В нашей области из почти двух с половиной тысяч детей 1534 не получили ни одной прививки с самого рождения. Причем большинство родителей не прививает детей по религиозным соображениям. Также в числе причин личный взгляд и негативная информация из внешних источников, боязнь осложнений. Мы будем поднимать все эти темы, будем давать алгоритмы, как работать с населением, которое отказывается от прививок. Кроме того, общие работы, которые мы проводили по профилактике, такие как выезд бригад с теологом, с профессорско-проподавательским составом, будет продолжаться. Но мы на сегодня должны констатировать, что точечная работа будет наиболее точна. Поэтому в каждом районе, в каждой поликлинике выделен отдельный штат, который не может совмещать работу специально для работы с теми семьями, которые отказались от вакцинации. Между тем, врачи проводят большую работу с отказниками. В этом вопросе они сотрудничают с местной властью, Департаментом по защите прав потребителей и Управлением по делам религий. Кроме того, в каждом районе создается специальный штаб из числа медиков, которые проводят масштабные разъяснительные работы. Ольга Литвина, Мирджана Манжола, Казахстан, Актубе. В дошкольном учреждении Думан завершился городской конкурс «Лучший педагог-специалист дошкольного организации-2017». Участие в конкурсе приняли преподаватели музыки и физической культуры, логопеды и дефектологи. Всего 18 человек. Цель конкурса – это обмен опытом между сотрудниками дошкольных учреждений, а также демонстрация тех творческих методов, которые применяются в работе. Сам конкурс состоит из трех этапов. Первые два этапа прошли вчера. Сегодня третий, заключительный, подведение итогов. Отметим, что мероприятие организовано городским научно-методическим центром. Педагоги очень активны, показали очень свои творческие способности, уровень педагогический показали, на что они способны, что они могут, как они работают с детьми, какие интересные занятия они могут проводить. Они показали свою презентацию, себя представляли. Также вторым этапом являлась ярмарка идей. То есть педагоги показывали свои авторские программы, свои авторские занятия, методические пособия, которые они выпускали на городском уровне. Все, что касается инновационных технологий. Уважаемые телезрители, об этих и других новостях вы сможете узнать, зайдя на сайты kastrk.kz, aktubetv.kz, а также на страничках социальных сетей. И это все новости сегодняшнего дня. Впереди выходные. Удачных вам выходных. И не забудьте в воскресенье посмотреть итоговую программу Аптата НС. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok